Доброго здоровьица! Тема затронутая мной о сознании Познай себя и прри вперед Очень непростая Сложная для изложения Я вроде бы постарался ее так вот На основные блоки разбить Дабы там особо не запутаться Потому что там огромная Количество разного рода Дополнений там Уточнений и прочее Что требует конечно Тщательного разбора Причем разбор этот В зависимости от развития человека У каждого свой Каждый понимает по своему Как он должен себя познать С каких позиций Ну и еще разок Еще разок На чем я бы хотел Остановиться и подчеркнуть То, что это мое мнение Мое мнение И вы к нему конечно можете отнестись В соответствии С тем, что у вас имеется Какие у вас имеются наработки В сознание И все это так сказать Применить Можете просто-напросто Прослушать Можете не прослушать И остаться при своем мнении Это даже будет правильным Ну Я хочу подчеркнуть следующее Вот еще разок Это то, что когда ты Начинаешь с какой-то темы работать В начале Она такая громоздкая Потом более-более-менее Там выясняется И я там для себя Многое там Проработал Что такое мысли Как настроение Как это Но не важно Сейчас Я хочу вам сказать Следующее То, что я считаю Важным Это Дух Формирует Под себя Тело Из яйцеклетки Оплодотворенной яйцеклетки И дальше И дальше Рождается ребенок Естественно Никто ему не говорит Никто ему Не показывает Что его сформировала Духовная часть Начинается образование На основании органов чувств На основании памяти На основании ума Сознание Которое в конце концов Это сознание Нужное для того Чтобы ориентироваться В окружающем мире Добывать там пищу Размножаться И так далее То есть Следуя Пяти побуждениям Их может быть больше Но я для себя Выделил пять побуждений Формируется характер Формируется в конце концов Личность Формируется там Понятие И что видит Вот эта вот Личность Которая сформировалась Ее же называют По другому Душа То есть Душа у человека Что она видит Она видит Тело Она Ощущает Через органы чувств Она Значит Наработала Какой-то опыт И Отождествляет Себя С телом Вот я Какое Буду там заботиться О нем не заботиться С органами Чувств Значит Как бы сказать Удалиться От всего того Что На чувство Действует Неприятно А наоборот Приблизиться к тому Что Влияет Приятно Вот И в конце концов Она Отождествляется Ок А какой я Умный Ум Да Орган Взаимодействия С окружающим Миром По-простому Вот И она Отождествляет Себя Это С телом И умом Ну Добавим С душой Душа Вот душа У человека Душа Все О том Что Есть Более Другие Инстанции Которые Всем этим Заведуют Обыкновенный Человек Он даже Не догадывается Он Видит Перед собой Вот что Он Видит И все И Естественно И вот тут Вот возникает Уход В сторону А именно Человек Понимает Что он Стареет Что он Будем Говорить Вот Гнался Там За благами Которые В процессе Старения Становятся Просто Ненужными Ты уже Не съешь Ты уже Не полюбишь Там Ты уже Просто Не воспользуешься У тебя Нету сил И И Как бы сказать Вот С прекращением Жизни Когда человек Умирает Все это Пропадает Все это Исчезает И Возникает Страх смерти Возникает Вот это Вот цепляние За жизнь И тут Нам Как бы сказать Вот это Вот это Все Это Непонимание Привело Еще К тому Что Появилось Такое Окружение Что Оно Вот Нацелено На то Чтобы Чтобы Будем говорить Вот Как-то себе Сделать Совершение Как бы Продлить Жизни Как бы Сказать Сделать Здоровее А Все это Для чего Это сделать Для того Чтобы ты Просто Потреблял Грубо говоря Ту же Еду Потреблял Те же Удовольствия Которые Ты знаешь Ну И И Были силы Это все Делать То есть Эволюция Ушла Совершенно В иную Сторон И в то же Время В то же Время Имеются Примеры Совершенно Иной Эволюции Когда Мы С помощью Это очень Интересная Вещь Вот Вот такая Штука Есть Как посвящение Мы Умудряемся Соединить Нашу Душу Которая Сформировалась С Духом Который Имеет Совершенно Иные Возможности То есть Есть Технологии Которые Это Делают В первую Очередь Это Делает Голод Хотите Там Верьте Хотите Не Верьте Хотите Хотите Как Понимаете Но я Привожу Вот Важно Какой-то Пример Привести Пример Из Евангелия Это Иисус Христос До того Как Он Поголодал Он Не обладал Никакими Такими Вот Способностями Которые Ему Позволили После Голодания Воду Превращать В вино Разделить Там Ну Насколько Я там Помню Там Несколько Хлебов Которые Лежали Там В корзине Мизер Да И с помощью Этих Хлебов Столько Их Разделились Накормить Там Пять тысяч Человек То есть Соединение Духа С душой Осознанное Соединение Позволяет Воспользоваться Творческими Силами И Уже С помощью Ума Который Тут думал Как бы там Деньги Заработать Можно Напрямую Добывать Разного Рода Ну Тоже Еду Еще То есть Удоверять Себя С помощью Рабочего Инструмента Которым Равляется Ум То есть Ум Начинает Работать Совершенно По другому Допустим С помощью Мысли Образов Так Воздействовать На пространство Что Из него Получать А все Возникает Из пространства Все Возникает Из пустого Вот этого Космоса Для себя И Там Допустим И Еду И одежду И жилище И прочее 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 При этом Как-то Не затрагивая Вот Вот Природу В смысле Что Вот Я сейчас Что-то Вот У меня Тут Имеется Поле Я его Распошу Я Значит Выращу И продам При этом Те животные Которые Там Жили Возвращение На Уйдут Земля Обеднеет И Я Дальше Как бы Сказать Вынуждены Новое Поле или еще что-нибудь такое, то есть такое хищническое, корыстное, потребительское отношение к планете, которая нас приютила, вот можно вообще обходиться там, и опять-таки показывают, без еды, без питья, без одежды и так далее, то есть даже в человеческом состоянии можно так настроить себя, но при этом с помощью посвящения, соединившись со своим духом, и уже работая как единое целое, осознанно работая, а так мы, не зная, что там дух есть, что еще что-то такое, мы работаем совсем по-другому, и что нам цивилизация предлагает, предлагает соединить нас с какими-то чипами, соединить нас с какой-то сетью, соединить нас еще с чем-то и так далее, и так далее, для того, чтобы мы то, что имеем, получили с какими-то костылями, это все равно, что, понимаете, взрослый человек смотрит на ребенка в ясельках, который там что-то там играет, что-то там делает, орудит и думает, ну это, это, как бы сказать, для взрослого человека, это не то, ну это не то, это уже давно пройденный этап, но вот он вот мыслит вот так вот, и вот, вот эти вот все, все уклоны, которые произошли с переориентацией, с духовной части на душевную часть, просто, или просто на наш ум, на наше сознание, вот привели к такому миру, который мы имеем, почему-то, почему-то смотрите, что самое интересное получается, вот, духовная часть, дух, это творческая часть, ну, я считаю, можете опять-таки соглашаться, можете не соглашаться, творческая часть единой творческой силы, о которой мы говорим, вот Бог, вот Бог сотворил всю Вселенную, то есть каждый из нас творец, но получается так, что кто-то себя возомнил господином и использует всевозможные умственные, неумственные, силовые и законодательные там вещи, для того, чтобы доказать другому, что ты не белая кровь, вот я господин, а ты не господин, то есть тут получается какая-то непонятка, раньше, если так взять, очень далекие времена, очень далекие времена, там, гораздо больше фараонов и так далее, и так далее, когда один другому говорил, что ты, мол, хуже меня, в первую очередь, должен был как-то это наглядно доказать, чем ты хуже, если этого не получалось, а там что-то там такое, то просто-просто такого убивали и все, то есть там поступали просто, ну, ты лучше, ну, докажи, чем ты лучше, нет, значит, вот, пожалуйста. Сейчас, будем говорить, в течение вот этих тысячелетий все это изменилось, появились какие-то там царские роды, появились аристократические роды, появилось еще там что-то, и все это, будем говорить, вот, с помощью законов, с помощью вот этих вот каких-то вот, знаете, постоянно тут дума работает, издаются законы, законы, причем уже противоречащие здравому смыслу, родитель один, родитель два, и все это как-то идет, катится и считается нормальным. При этом есть такие вот вопросы, вернее, утверждения, что существует тайное знание, которое нельзя давать окружающим людям, потому что тогда ими невозможно будет управлять. Я вот буквально-таки перед тем, как с вами поговорить, решил там почитать про Нюрнбергский процесс, потому что там как бы основным выводом было сделано то, что человеческая жизнь, человек главнее государства. Чтобы не было такого, что государство, вот, в соответствии с какими-то мыслями людей, которые стоят, как бы сказать, у верхушки руля, оно начинает проводить какую-то политику, которая направлена на то, вот особенно Нюрнбергский процесс, что в Германии превратилось в государство, которое начало разрушать окружающее там пространство в своих там целях, и людей можно убивать, значит, без суда и следствия, просто так вот Гитлер сказал, я беру на себя ответственность, поэтому вы только действуйте, там убивайте, грабьте и так далее. Никаких моральных норм, я за всё это там отвечу. И народ, понимаете, народ всему этому поверил, всему это поверил и пошло-поехало. И вот в результате всего вот этого вот, вот этого вот, один из основных выводов Нюрнбергского процесса, это то, что человеческая жизнь, человек важнее государства. Но на самом деле это соблюдается, ничего подобного, это не соблюдается, что-то там как-то это. По-прежнему солдаты, по-прежнему одна страна там вооружается, готовясь к чему-то такому, якобы те там нападут, а те якобы те нападут и т.д. И, кстати, на Нюрнбергском процессе, знаете, интересные там, мыслью прочитал одного адвоката, что он, защищая там нацистов, сказал, что вот, мол, мы пришли и там завоевали, грубо говоря, там Францию или ещё, а местное население начало создавать сопротивление и противиться, значит, нашему новому порядку, то есть убивать наших солдат и т.д. Поэтому надо не просто только национал-социалистов судить, но и судить тех людей из сопротивления, которые им сопротивлялись. Видите, какие выводы делаются, какая, он говорит, жуть, вот это вот вам надо, значит, сделаем вот так, это вот надо так, значит, сделаем так. И это всё следствие ухода нашей цивилизации, совсем в иное русло. В русло купи-продай. Основным вот этим всем безобразием, что сейчас творится, это стала торговля. Не важно там, что, что и как взять, главное там продать и т.д. А что там будет дальше, что это там будет, это уже не интересует. И эту торговлю, значит, подкрепить мышцами, пушками, солдатами, чтобы всё это было, наше влияние шли. А что касается человека, он просто винтик, он должен там то сделать, он должен всё сделать, он там должен в окопе сидеть, а другой там смотрит в этот самый, в прицел, и там с дронов, эмонов бомбит его, как игра. Вот, если бы, если бы наша цивилизация, и есть примеры, пошла бы по пути духовного прогресса, который подразумевает совершенствование личности, личности совершенствования, то не надо никаких там ни заводов, ни там пароходов, ни что-то там отдыхать, ни что-то там покупать, ни что-то там производить, ни ещё что-то там, какие-то мусорные свалки делать, потом от этого избавляться. То есть всё это было бы не нужно. Человек для себя, с помощью своего собственного главного инструмента ума, создавал то, что ему надо, из пространства. Да, этому надо научиться, да, этому есть примеры. Но всё это заброшено не надо, вот, в штанки стоят вот сейчас, видите, до чего мы договорились, стоят, значит, роботы, которые будут всё тут делать. И якобы раньше говорилось, что эти роботы будут помогать людям сократиться рабочий день, у людей появится там больше времени, там, ну, как бы сказать, на культурный досуг, или на саморазвитие, или ещё там что-то там такое, ну, примерно так говорилось. То теперь договорились до того, что, знаете, всё это так забылось, что люди лишние, люди лишние, зачем нам столько народу? Зачем нам столько народу? Нам нужны там какая-то там, кто-то решает, обслуга, чтоб меньше дышало, выдышивают атмосферу, меньше засоряло, ну, вот, и кто-то, естественно, опять-таки решает, вот, как в своё время решили, что я господин, а ты раб, хотя у нас духовные части у всех одинаковые, но очень важно вот это всё отбросить, забыть, как-то умолчать, принизить, вот, и обосновать, что мы господа, а вы халуи, и, естественно, видите, как халуи, вот то-то, то-то, то-то там делает. Вот такая вот беседа заключительная. Конечно, там много интересного я для себя там разбирал, и как мысль работает, и прочее-прочее, то есть различные механизмы настроения, сознания, там, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, и дальше ещё по работу с этим делом, со словом. Но сейчас хотелось вот лично мне высказать своё мнение, вот по поводу основополагающих духа, души и тела. И как всё это исказилось и превратилось в какой-то гнёт для всей нашей человеческой цивилизации, в какую-то, я буду говорить, неразбериху, и можно сказать, одичание. Прогресс возможен в том направлении, в каком дух работает с материей, с помощью мысли, с помощью энергетики, мысли, с помощью образов. Но ни в коем случае вот-вот ни копания земли, ни чего-то там добывания недр, потом всё, что мы добыли, превращается в мусор, выбрасывается в свалки, малки и так далее. Ну, примерно так, опять-таки, где-то сумбурно, где-то это, но я думаю, я донёс свою мысль до вас. Можете её принять, можете её не принять, но, по крайней мере, вы можете сами порассуждать, что-то там почитать, что-то там посмотреть. Есть очень масса интересных книг, масса совершенно иного знания. Ну, вот я как-то вот так вот живу, как-то вот так вот мыслю, как-то вот так вот творю, если так выразится, как я в первом своём видосе говорил, что такое творчество. И как раз вот сказали, вот творчество, уважаемые люди, академики, профессора, что оно вот на том-то, на том-то, на том-то. Я бы даже не сказал, что это какое-то там творчество, это просто какая-то, ну, можно сказать, в наше время, смелая мысль. Всё уже было сказано, пересказано, показано, живите и делайте. Ну, получилось вот так, как оно получилось, но может быть получится и по-другому.